Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будет немного грустный выпуск, Локомотив проиграл Химкам со счетом 2-0 И, ну, сам по себе, наверное, счет уже, мягко говоря, неприятно, учитывая, что Локомотив ведет борьбу за первое место с Краснодаром и Зенитом А и Краснодар, и Зенит одержали победы, причем довольно легкие в этом туре Но были и вещи, которые прям совсем не понравились, кроме счета, именно о них, наверное, сегодня буду говорить в большей степени Ну и немножечко о том, что можно было сделать, чтобы не допускать это поражение Больших претензий к Галактиону у меня по этой игре нету, в принципе, все решения его понятны И, ну, в целом, да, это, наверное, главное, когда я оцениваю тренерскую работу в конкретном матче, да, понятны или непонятны мне его решения Вот то, что делал Галактионов в этой игре, и со стартовым составом, и по ходу игры, мне, в принципе, понятно Но кое-какие вещи я бы, наверное, сделал по-другому, и об этом тоже мы сегодня поговорим Вот, ну, пока все равно напомню, что можно ставить лайки этому видео, можно подписываться на это видео Можно подписываться на телеграм-канал, на бусти В нем выходит много всяких материалов Например, вот был разбор матча с крыльями советов с тактической камеры Посмотрел я вместе с вами этот матч и показал, что конкретно было плохо в этой игре Что конкретно в этой игре было хорошо, и благодаря чему мы добыли победу в той игре Жалко, конечно, что не переросло это в победу над Химками Однако, да, что тоже важно понимать Прежде чем вы будете ругать Локомотив, ругать игроков, ругать Галактионова Поэтому надо понимать, да, что Локомотив идет по очень хорошему графику И несмотря на это поражение, несмотря на то, что мы отпустили немножечко Зенит и Краснодар Локомотив все равно набирает очень много очков И эта победа в целом, и это поражение, извиняюсь, победы не было Это поражение мы могли его допустить Точно так же я говорил вам, когда мы проигрывали Краснодару, да, что мы проиграли Но мы могли это поражение допустить, потому что до этого мы себе определенный задел сделали Да, проблема в том, что теперь три следующих игры А это Зенит, это Рубин и это Факел Очень непростые команды, каждый из них в своей особенности непростые, да У Зенита просто очень сильный состав, у Факела неприятная модель игры для нас В общем, ну, примерно, кстати, как Хинки, наверное, что-то около того В общем, будут проблемы в каждой из этих трех игр А шанса на то, чтобы потерять очки, возможности потерять очки, мы себе уже не оставили Хинки во всем этом четвернике выглядели, ну, наверное, самым лакомым куском И казалось, что уж с ними, учитывая, что до этого два раза в кубке с ними сыграли И больших проблем не испытали Ну, казалось бы, то, что проблем больших возникнуть не должно Но, как и казалось, это только казалось Главное, на что обращал внимание стартовый состав Локомотива в этом матче Это, конечно, отсутствие Сесара Монтеса И появление в стартовом составе Егора Погосного И это первый такой вот тревожный звоночек был Потому что, ну, как и к любому воспитаннику Академии Локомотив Я к Егору Погосному отношусь очень хорошо Но мне кажется, что он и сам по себе не самый сильный центральный защитник У него есть определенные козыри, в частности, антропометрия И он неплохо играет на втором этаже Забивает со всяких стандартных положений Но вот как игрок обороны, честно говоря, Егор Погоснов, ну, мне Ну, я много про него уже говорил Я много рассказывал о проблемах Егора Погосного Почему у него не получается быть вот прям основным центральным защитником И вообще хорошим центральным защитником У него был вояж в Беларуси И, честно говоря, не такой хороший, как у того же Радиковского Или Гадяева, или Вадима Рутюняна Да, он играл, конечно, но не был яркой, важной фигурой В игре Дзержинского Арсенала У него был плохой отрезок на старте прошлого чемпионата Когда он, помните, летом занял место в центре обороны Когда посадили почему-то Морозова и Фасона Решили играть Кузьмичевым-Погосновым И это вот период, там, 2-3 матча Когда мы играли этой парой защитников Это просто трэш был Вот реально хуже обороны Локомотива Я не видел с тех пор ни разу И именно вот этой парой защитников Был обусловлен тот провал по допущенным моментам у наших ворот Который потом аукался нам на протяжении всего сезона И который нам все вспоминали Когда показывали, что вот Локомотив явно перебирает очков Посмотрите, вот они должны были пропустить гораздо больше Не суть важна У Погосного был не очень хороший Уже были не очень хорошие матчи И в этом чемпионате Да, в частности вспоминается Оренбург Где он, лежа на линии ворот, пытался головой отбить мяч От Саида, как вот там Короче, Оренбургского нападающего Короче, в общем, каждый раз, когда Егор Погоснов выходит на поле Жди беды И не потому, что Погоснов такой прям плохой Хотя и, ну, определенные его индивидуальные ошибки тоже сопровождают игры Такое ощущение, что вся команда, когда видит, что выходит Егор Погоснов Они надевают себе клоунские колпаки И играют как в цирке Не знаю, как и чем это объяснить Но вот то, что я вам говорил про Сессор Монтеса Вот он вышел И вот прям сразу, сходу видно, что Оборона Локомотива играет как единый механизм Все друг другу подсказывают Все друг другу страхуют И нету клонады Выходят Немси и Погоснов И хотя Немси там проводит хороший матч У него там классные диагонали В принципе, неплохо в единоборствах сыграл Но вот вместе с Погоснов Вот получается какая-то такая билибердавка Из которой происходит наш первый гол И, ну, на Немси, наверное, часть вины Но вот что Погоснов делает в этой ситуации Просто выбей мяч куда-нибудь Зачем нужны вот эти вот кульбиты акробатические Которые он почему-то любит делать Хотя, ну, не кажется таким вот очень координированным парнем Но вот каждый раз посмотрите на его игру И он постоянно пытается эти мячи выбивать Какими-то очень странными способами И вот Оренбург я вспоминал Где он головой пытался выбить мяч Лежа на линии ворот И в этом матче Вот у него кроме этого эпизода Был еще один, где он как-то вот Раскорячился Но в тот моменте смог прервать передачу Вот И вроде бы даже, ну, за исключением вот Двух эпизодов, ну, один прям конкретный Во втором Там скорее все-таки Баринов виноват Сделавший плохую передачу на Погоснова Но и Погоснов непонятно чего ждал Непонятно зачем Ворон считал Остался Дождался, когда Бакаев получит мяч Это вот самая большая проблема Погоснова Что он очень уважает своих соперников И Вообще Очень много пространства им оставляет Ну, выйдет, да И Бакаеву просто Долю секунды на то, чтобы что-то с этим С мячом сделать Получится у Бакаева Ну, молодец В принципе, Зелимхан сильный футболист Действительно может и разобраться На носовом платке Но вот когда ты просто даешь ему получить мяч Внутри штрафной Прокинуть его мимо себя И ударить поворотом Ну, тогда точно жди беды Да, но все-таки, наверное, здесь будет неправильно ругать Именно Погос Учитывая передачу Барина Учитывая, что Лантратову мяч между ног залетел Ну Ладно Но, тем не менее, да Вот все равно Линия обороны Просто как будто Ну, вот все забыло Все хорошее Что было у них в предыдущих Там четырех-пяти играх В которых мы мало пропускали Если уж пропускали То прям Ну С Очень большими проблемами Для соперника Давали им бить поворотом У меня Большие вопросы К тому, почему не играл Сесар Монтес В принципе, да Он приехал из сборной Мексики Где-то в четверг Насколько я понимаю Может быть, вечером в четверг Но все равно В пятницу Уже там на предыгровой тренировке был В субботу Матч Не так уж и рано И Если Ну, мы хотим на что-то претендовать То у нас с Сесар Монтес В принципе, будет каждый месяц Куда-то улетать Перерывы на сборную Они, в принципе Примерно каждый месяц и есть И Если мы каждый месяц Будем давать Одну игру отдыха Для Монтеса То Как-то Но Тут уже думаешь А стоило ли платить Там 6-7 миллионов евро За человека Который у тебя стабильно В месяц Одну игру пропускать будет Не знаю Мне кажется, что Вот Опять же, я понимаю Почему Галактионов Сделал это решение Почему он принял это решение Да У тебя Монтес Только прилетевший Перелет долгий Возможно, не лучшие кондиции Но, тем не менее Да Я бы, наверное, все-таки Ну вот, если уж Опять же, Морозов не готов А для меня И Монтес Ну, Монтес понятно Но и Морозов гораздо сильнее Чем Погоснов Центральный защитник Я абсолютно не против Играть парой центральных защитников Не МС и Морозов Вот Но Если по каким-то причинам Морозов еще не восстановился Еще не готов играть Да Там не в лучших кондициях То Ну, все-таки Ставь Сесара Монтеса Он даже Ну вот В плохом своем состоянии Физическом Моральном Возможно Да Ментальном Учитывая все перелеты И джетлаг какой-нибудь Но все равно Он будет сильнее Чем Погоснов И Он будет лучше Прежде всего Тем, что будет у нас Системная оборона Что все будут действовать Как должны действовать Центральные защитники Как вообще оборона Должна действовать В матчах Этого К сожалению В матче с Химками не было И не только в тех эпизодах Где мы пропускали голы Были еще эпизоды А опять же Вот смотришь на матч С крыльями Советов Вот мы смотрели его На бусте С тактической камерой Там был буквально Один момент В котором Крыльям Советов Удалось На фланге Сделать перегрузку Наши не успели Перестроиться И из этого возник Довольно Опасный момент С навесом С левого края В остальном Да Моменты были Но Были большие проблемы У крыльев Советов Для того Чтобы их создавать И для того Чтобы Передачи делали Штрафную И бить изнутри Штрафную Везде Все это было В борьбе Здесь же Кроме Двух забитых мячей Было еще Две Три ситуации Когда Игроки Химок Делая Простейшие Комбинации Да Просто Там Заболотный Получает мяч Кто-то мимо него Вбегает В штрафную площадь Заболотный Кое-как ему там Пяточкой мяч Оставляет И Этот там Не знаю Какой-нибудь Ариньо Вместе с мячом Забегает Штрафнули Лук Свера И после этого Получается Опасный момент Да Ну то есть Ну это детские комбинации Такие комбинации Не должны проходить Потому что Ну у тебя Один игрок играет Заболотным Второй страхует И не позволяет Даже если какая-то там Передачка идет Штрафную Она должна останавливаться Другим защитником Или опорником Или крайним защитником Ну в общем Кем-то должна А здесь Ну просто Заходят в штрафную Бьют поворотом Или там навес делают Нельзя так играть В футбол И вот почему-то Каждый раз Вот Предыдущий матч Когда Локомотив Тоже играл Как сумасшедший В обороне Это был матч С Оренбургом Преснопамятный И это тоже был матч В котором играла Пара центральных защитников Немси Погоснов Вот Три худших Игры вообще В обороне Было у Локомотива Это Динамо Это Оренбург И это вот Матч с Химками И так или иначе В них задействован Егор Погоснов Очень жалко Ну В матче с Динамо Не было Егора Погоснова Но вот В двух последних Егор был К сожалению Не хочу еще раз Еще раз говорю Не хочу всех собак Вешать Именно на Погоснова Да Проблема здесь Наверное Где-то глубже Где-то системнее И уж точно Не проблема Егора Погоснова В том что Локомотив Будучи в атаке Основным составом Не смог у ворот Химок Создать Ну по большому счету Ни одного Самосозданного Хорошего момента С ударом Да Вот у нас Было Наверное Ну Три момента Могу вспомнить В одном моменте Воробьев Перехватил мяч И Сам вошел в штрафную И очень криво пробил В одном моменте Неплохо На Самошникова Разыграли И Самошников Бил в дальний угол Но не попал Точнее там Джики по-моему Хорошо в подкате сыграл И Из-под его ноги Мяч пролетел Мимо штанги А Пеняев Почему-то решил Не идти на дальнюю штангу Не замыкать И Еще был момент Где Самошников Вешал На Сергея Пеняева Пеняев Бил головой Зряч Без сопротивления И Просто не попал Поворотом Хотя бил Там не знаю С двух-трех метров Вот Наверное Три таких момента Было Но Вот именно Системных моментах Которым Я успел привыкнуть За этот чемпионат С быстрым выходом В атаку Хотя пространство Было И Химки Не та команда Которая Встала 10 человек Своей штрафной И мы катали мяч И ничего не могли С ними сделать Да Пространство было В быстрой атаке Мы убегали А вот С финальными решениями С финальными действиями Внутри штрафной площади И в штрафную площадь Мы очень много заходили Часто заходили Вот С последними решениями Как-то все Крайне не клеилось Ни у Самошникова Ни у Батракова Ни у Воробьева Ни у Пеняева Ни у кого Да Особо Тут Даже Ругать у всех Просто почему-то Не пошла игра Да Вот в этом точно Егор Погоснов Ну никак не виноват Может быть отчасти Немножечко виноват В том что Со штрафных угловых Мы в итоге Опять же не пробили Не Не смогли не создать Какой Не смогли создать Никакой прям Конкретной опасности У ворот Химок Да Но В плане созидания Это не его проблемы А проблемы Были И вот здесь Наверное У меня кроется Вторая история По которой Я немного Не согласен С Галактеном Хотя опять же Прекрасно понимаю Почему он Сделал Вот Оставил свой выбор Вот именно На этих футболистах Которые приносили ему Удачу В предыдущих матчах Да То есть Вот мы вышли Абсолютно тем же Составом в атаке Что и выходили Раньше И эти футболисты Так или иначе Либо выматывали соперника Либо сами забивали Либо После того как Их меняли Выходила новая Там четверка футболистов И уже Додавливал соперников Как это случилось В матче с крыльями советов Но вот Лично мне кажется Да Что вот был перерыв На сборные И это был Прекрасный Отрезок Для того Чтобы немножечко Перетасовать состав Потому что Проблемы У локомотива Были Мы о них Все таки Как не крути Так или иначе Мы о них говорили В предыдущих матчах Да У нас уже не было Таких матчей Которых локомотив Просто катком Проносится по сопернику Со Спартаком Да Возможно Хорошая игра Но Матчи со Спартаком Они стоят особняком А вот матчи с Оренбургом Проблемы были А вот в матче С крыльями советов Проблемы были С парей НН Проблемы были И эти проблемы Очень во многом Решались Именно выходом Игроков Которые сидели На скамейке запасных И вот казалось То что вот После этого отрезка Ну как минимум Например Эдгар Севикян Достоин того Чтобы выйти в стартовом составе Как минимум Да там Еще какие-нибудь Стаболисты Да там Тимур Сулейманов Или На левый край Кого-нибудь Выпустить Да там Тикнезиана Того же Вместо Сергея Пеняева Или Вадим Раков Может быть у вас поправился И вы можете Вадима Раков Выпустить Ну короче Я думал что Какие-то перетурбации Вот если делать То делать их Вот перед химками Вот в эту паузу Наиграть 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 И выпустить человека Хотя наверное Наиграть того же Эдгара Севикяна И наверное Тикнезиана Было сложновато Они тоже улетали В сборную В сборную Армении И тем не менее Да Дальше Это будет делать Гораздо сложнее Потому что у нас В среду Поездовая Поездка В Ростов-на-Дону Где мы будем играть На кубок Потом у нас Зенит Перед Зенитом Тоже тебе не хочется Не особо хочется В какие-то эксперименты Пускаться Потом будет Рубин Потом будет Факел И у тебя Вот такая вот Такой вот поток Там тоже будет Плей-офф Наиграющего кубка Перед факелом Насколько я помню У тебя тоже Не будет времени Какие-то Изменения В состав Носить А они уже Просятся И Ну вот Настало То время Когда Локомотиву Нужно Чуть-чуть Уже Изменить Свою игру Да Потому что Ну вот 10-11 матча Локомотив провел Команды Понимают Как играет Локомотив Команды Начали понимать Что против Локомотива Делать И как против Него Защищаться И тебе Уже надо Чем-то Новым Удивлять И Придумать Какие-то Новые Идеи Вот Ехать на Старом Багаже Ну вот Мне кажется Что На один Матч Мы уже Опоздали С изменениями А дальше Эти изменения Будет делать Еще сложнее Да Ну вот Играть В Санкт-Петербурге Ну у тебя Уже будет Вынуждено Одно изменение Это Эдгар Севикян Вместо Ильи Самошникова Который получил Свою желтую карточку Она стала Для него четвертой И он пропустит Игру с Зенитом В любом случае Вот да Но Хотелось бы Хотелось бы Чтобы это все-таки Было Не Вынуждено Из-за дисквалификации Травм А наиграно Вот в эти две недели Которые у нас были Тем более что Ну сборники Они До четверга Там Позанимались С Валерием Карпином Вышли Ну и вернулись В состав команды Можно было Что-нибудь придумать Новенькое Интересненькое Может быть Другую схему Может быть Другое расположение Футболистов Вот я все ною И не прекращу Ныть По поводу Расположения Сергея Пеняева И Ильи Самошникова На поле Я как не понимал Так и не понимаю Да Илья Самошников Прекрасен И он с левой ноги Уже много мячей забил Но это же не значит То что Надо всегда Давать ему Бить именно с левой ноги Справый Он возможно забил бы Еще больше Потому что ему гораздо Удобнее Этим заниматься Ну вот в матче с Химками Мы увидели Как Самошников Постоянно С правой ноги Простреливал Навешивал А Самошников Ну не тот футболист Который умеет Навешивать И простреливать Еще раз призываю Посмотреть Галактионова Статистику Ильи Самошникова Сколько голов Сколько ударов Наносится Вообще За всю карьеру Ильи Самошникова После его навесов И вы увидите Что Ну это Очень маленькая цифра Потому что Козырь Ильи Самошникова Они абсолютно Не в навесах И не в прострельных передачах Ну прострельный Еще отчасти Да он там Входит в штрафную И Довольно зрячие Эти передачи Отдает И в этом матче Кстати тоже была Довольно хорошая Зрячая передача На Пеняева Тире Батракова Я думаю Что если бы Пеняев не стал Бить по этому мячу То Батракова Это было бы Гораздо удобнее делать Но вот Именно навесы Точно не то Что нужно ожидать От Самошникова Ну вот в этой игре Раз за разом Самошников навешивает И мяч просто летит Абсолютно в никуда Да и зачем Вообще навешивать Да Локомотив Это не та команда Которая должна Навешивать Ну потому что вот Навесил Самошников Бьет по воротам Сергей Пеняев Ну Ну Леша Батраков Окей Умеет бить головой На самом деле Он умеет играть головой Но тем не менее Да это Метр семьдесят ростом Сергей Пеняев Там метр семьдесят ростом Дмитрий Воробьев Ну Отчасти Неплохой игрок Головой Хотя мы В этом еще никак Не убеждались Но тоже не самый Высокоростный Тоже не два метра парень Не два метра ростом парень Да Можно было под концовку Наверное Кого-нибудь Радиковского Выпустить Да Радиковский головой Играть умеет И наверное Лучше вообще всех Сейчас в команде Среди нападающих Но его же не было Он же На скамейке запасных был Вот как-то мы сбились На навес Зачем-то Это не то Что нужно И вообще Вот Пропустили первый гол Окей Там дурацкая ошибка Не разобрались Центральные защитники Злимхан Бакаев Подобедал Классно пробил В касании Лантратов пропустил Сделали тройную замену Сразу после этого Дмитрий Баринов Обрезался Пропустили второй Локомотив За время работы Галактионова Уже не раз Доказывало То что 2-0 Для них Это вообще Не проблема Мы с Краснодаром С 2-0 отыгрывались С Пари НН С 2-0 отыгрывались Побеждали С Ахматом По-моему У нас была игра Где мы с 2-0 на 2-2 А или с Уралом С Уралом была игра Где мы проигрывали 2-0 Потом 2-2 сыграли Причем что у нас было Там 10 минут буквально С Ахматом Мы 1-0 проигрывали 2-1 выиграли Да То есть для Локомотива Казалось бы Нет никаких проблем В том чтобы Окей Пропустили Забыли Давайте играть У нас есть еще полчаса Против нас Химки Которым мы за 2 предыдущих матча Забили 9 голов Мы можем им забить Но Локомотив После второго пропущенного мяча Оказался просто сам на себя не похож Такое ощущение что игроки просто Окей Мы проиграли Все А это Ну вот это вот наверное Меня расстроило больше всего в этой игре Не само поражение 0-2 Окей бывает Ничего страшного Опять же у нас хороший отрыв Мы можем себе позволить потерять очки Реакция на второй пропущенный гол Реакция на индивидуальные ошибки футболистов Ну она Неадекватна была Неадекватна Ситуация Неадекватна силе Локомотива После этого Локомотив взбился На какие-то длинные передачи На те же самые навесы На неподготовленные удары И в итоге Ну по большому счету После 60 минут Или когда мы там пропустили второй гол Локомотив то ничего особо не создал Не было такого что А вот еще чуть-чуть И мы додавим Да где-то там может быть мяч Скакал по штрафной химок Но до опасных ударов По большому счету Дело и не доходило Да и наверное Галактионов в какой-то момент Смирился с тем Что это будет поражение И взял Доснял Алексея Батракова Чего он раньше Практически никогда не делал Но теперь Ну понятно Зачем он это сделал Да Если бы у него Была надежда Что мы можем этот матч вытащить И Батраков Поможет в этом То он бы его оставил на поле А тут как будто он смирился И убрал Потому что Ну в любой момент Батраков может получить Желтую карточку И пропустить матч с Зенитом Да и судя по всему Действительно Галактионов Тоже смотрел на все это И понимал Что похоже команда Сегодня вырывать очки Не собирается И вот это реально Реально грустно Надеюсь Что ребята Пообщаются Поговорят Поймут что Ну так нельзя Играть И так нельзя Действовать на поле Пропустив второй гол Ну правда бывает Ну футбол Игра случайности Миллион раз вам это говорил Ну бывает Что и футболисты ошибаются И ты пропускаешь гол Химки забивают Тем более Что у тебя были моменты До этих двух мячей Не так что Тебя давили 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 И вот ты наконец-то пропустил И ты понимаешь Что ну все Вот Не отбились И теперь К сожалению Проблема Нет у вас Были возможности Для того чтобы забивать Нужно просто усилить натиск Нужно еще больше Обходить штрафную Еще чаще И точнее Бить поворотом Делать точнее передачи Все будет А мы такое ощущение Что просто взяли И расстроились И решили Что да и Да и ладно Подумаешь Химкам проиграли С кем не бывает Давно не проигрывали В прошлые разы Локомотив довольно Хорошо реагировал На поражение Да Поражение от Динамо Поражение от Краснодара Мы после них Выдавали хорошие Победные серии И ну вот Как будто Этих самых матчей И не было у нас Вот сейчас Локомотиву нужно То же самое Просто максимально Забыть этот матч С химками Вернуться В то состояние Которое у нас было До перерыва На сборной И играть В свой футбол Тем более Что опять же В матче с химками Он получался этот свой футбол У нас не получалось забивать Кривейшие удары Просто почему-то Был локомотив Мы там 17 ударов нанесли Один из них Только в створ Главное Да Забыть о том Что произошло И не трястись Не бояться Что все Вот Больше мы никогда Не сможем играть Так как и Играли до Перерыва на сборной Сможем Ничего не изменилось Игроки по-прежнему Хорошие По-прежнему Умеют выбегать В атаки Да Чуть-чуть Чуть-чуть добавить В реализации Тяжелый матч Предстоит Даже два Наверное тяжелых матча Предстоят подряд Выезд в Ростов-на-Дону Выезд В Санкт-Петербург И Ну придется Поломать Теперь очень сильно голову Я думал что Ну матч с Ростовом Вообще Абсолютно будет Не нужен Потому что Мы уже Заняли первое место В группе Кубка И Ну Поездка на поезде В Ростов-на-Дону 24-часовая Она не самое Не то что нужно Футболисту В преддверии Игры с Зенитом Но теперь Как будто бы Локомотиву важно Одержать победу В этой игре Чтобы просто Поверить в себя И встать на Победные рельсы Потому что Как будто бы Действительно Немножечко Дефицит Веры в себя Как-то присутствует У игроков Локомотива Посмотрим Да С другой стороны Выйдет Сесар Монтес И Как минимум Половину проблем Локомотива Должен Убрать Из Из игры Посмотрим Посмотрим Следующая неделя Будет Очень важной Очень Такой серьезной Основополагающей Вообще Для Того Чтобы понимать За что Локомотив Будет бороться В этом сезоне Будет ли это Борьба за Первые места Будет ли это Борьба за Тройку Или мы Сейчас Ростову проиграем Зениту проиграем И Вот на Этой волне Поражений Можем дальше И Еще ниже Посыпаться Очень важно Этого не допустить Очень важно Перестроиться И очень важно Встать на Победные рельсы И так или иначе Зубами Всеми правдами И неправдами Добыть очки Можно даже Наверное Наверное Можно даже Сыграть в ничью С Зенитом На выезде Потом обязательно Обыгрывать Рубин и факел Будет Всего 7 очков Не 8 Меньше 2 очков За игру Но опять же Мы себе Неплохой Гандикап Составили В прошлых матчах Можем Позволить Немножечко Немножечко Оступиться Хотя соперники Себе этого не позволяют И как прет Краснодар Который разнес Спартак Просто в кулочья Как Зенит Научился играть Без Глушенкова Это конечно Тяжело С таким соперничать Ну а что поделать Что поделать Никто не говорил Что будет легко Вот Такие вот мысли И немножечко Грустные Потому что Локомотив Действительно Разочаровал Но Есть шансы Исправиться Надеюсь Что он Это сделает И Порадует Нас На вот Этой Неделе Которая Наступает Для вас Которая Наступит Для меня Через Сутки С вами Был Тим С верой В лучшее И надеждой На хороший Исход На то что Через неделю Я к вам Приду Ликующим Празднующим И Буду Говорить Хвалебные Отзывы О локомотиве Всем пока